— Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что Алена Косторная не сможет тренироваться из-за травмы на протяжении 20 дней. — Что за травма, я вам естественно не скажу, потому что травма есть травма, — ответил Коган. — Насколько вы было, пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно, на 20 дней. — Травма фигуристки Алены Косторной, из-за которой она пропустит чемпионат России, обнуляет шансы спортсменки на участие в Олимпийских играх, — считает заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. — Да, эта травма обнуляет ее шансы на Олимпиаду. — Что касается чемпионата России, то он не пострадает из-за отсутствия Косторной, — ничего страшного, — сказала Тарасова. — Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторная, по всей видимости, лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры в Пекине, — заявил тренер Александр Жулин. — Получается, что у Алены нет шансов на попадание на Олимпиаду, — очень жаль. Не знаю, как там дальше будет, смогут ли заявить третьим номером на чемпионат Европы, — обидно, — сказал Жулин. — Пропуск чемпионата России фактически лишает фигуристку Алену Косторную шансов выступить на Олимпиаде, — увы, от травм никто не застрахован, — заявил серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух. Грустная новость для всех болельщиков, для всех, кто поддерживает Алену. Мне всегда очень нравились ее выступления. Увы, от травм никто не застрахован, Косторная была одним из претендентов на попадание в сборную на Олимпиаду. У нее было чуть меньше шансов, чем у наших лидеров, Камилы Валиевой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой. Пропуск чемпионата России фактически лишает ее шансов попасть на Олимпийские игры, — заявила Авербух. — Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная является одной из лучших фигуристок страны, но случившаяся травма практически ставит крест на ее перспективах на участие в Олимпийских играх в Пекине, — заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Это уже все, ее поезд ушел, очень хорошая девочка как спортсменка. Я сожаления не выражаю никогда, потому что есть дурацкое выражение «спорт есть спорт», но оно есть и означает умение держать удар, проходить между травмами, персональную работу тренера со спортсменом и каждого в отдельности. Это особенность работы в спорте, хотим мы этого или не хотим. Я как спортсменка с любой тренировки могла уйти не просто потеряв возможность выступать, а инвалидом. И как тренер я могла уйти с каждой тренировки без спортсменов, с которыми я работала много-много времени, — сказала Роднина. Я боюсь слова талант, но у Косторной есть способности, она, как мне казалось, была к фигурному катанию расположена больше всех. И внешностью, и фигурой, и техникой. Она именно каталась, а не прыгала, и в ее катании были потрясающие прыжки и вращения. Почему я говорю было, потому что сейчас у нее травма. Я бы хотела все это видеть у нее дальше, надеюсь она восстановится. Мы всегда говорим, что возраст смешной, но мы сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя, заскочить на Олимпийские игры до 17 лет, — добавила Роднина. Роднина призналась, что ожидает критики в свой адрес, но готова к ней. В первую очередь я не депутат, я непробиваемая, депутат я уже опосля. Кто еще у нас прошел три Олимпиады с победами? Не является участником или олимпиоником, как они себя называют, а прошел три Олимпиады с победами. И травмы были, и другие болячки, тяжелые взаимоотношения, и роды были, и партнеров меняло, все что угодно другое происходило, но если человек нацелен, он доходит до результата. Это умение — искусство тренера и спортсмена. У тренера Станислава Жука была такая фраза — «Пусть синим все горит огнем, медали Родине даем», — резюмировала Роднина.